От сантехники до пожарной безопасности. Прежде чем раздать ключи от долгожданного жилья, комиссия проверяет каждый угол. Важно все. Внутренняя отделка, минимальный набор оборудования, исправность стеклопакетов. Новый многоквартирный дом по улице Анатолия сдали в эксплуатацию в прошлом месяце. 30 жилых помещений от 32 до 35 квадратных метров в нем приобрели для детей-сирот. Просмотрели 30 квартир, пока недостатков никаких нет. Данный дом строился при строительном государственном надзоре. Он прошел все необходимые процедуры. Получено заключение о соответствии различным техническим регламентам. Получено разрешение на год. Только в Новоалтайске более 130 детей-сирот, которые ждут свое жилье. В этом году для них приобрели 45 квартир. Но в планах купить еще. Действуем в рамках лимитов бюджетных обязательств, которые нам предоставляет и субъект федерации, и на федеральных деньги мы покупаем квартиры. Вот в этих пределах лимитов бюджетных обязательств мы планируем купить порядка 20-30 еще квартир. Однако из тех, кто заселился в предоставленное жилье в прошлом году, довольны условиями оказались не все. Если возникают какие-то подозрения на плесень, на промерзание стен, у нас есть экспертная организация, которая проводит экспертизу. Если такие квартиры мы выявляем, то есть такие факторы, что мы видим, что уже тут ни текущим, ни капитальным ремонтом не помочь, мы, наверное, будем рассматривать возможность переселения тех детей в эти новые квартиры. Всего в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено почти 444 миллиона рублей. Эти средства, говорят ответственные, позволят заселить 221 нуждающегося. София Ценка, День с толком.